Если в квартиру постучали судебные приставы, значит время надежд прошло. И долги сами по себе не исчезнут. Придется расплачиваться телевизорами, ноутбуками или другой бытовой техникой. Это уже принудительная мера исполнения. Когда у нас находится на исполнении, то это уже значит люди не хотят самостоятельно платить. Пока судебные приставы описывают имущество, пригодное для изъятия, специалисты Сочи Теплоэнерго перекрывают подачу горячей воды, чтобы остановить растущую сумму долга. Только тогда, когда неплательщики остаются без горячего водоснабжения, выход из ситуации удается найти. Более сотни квартир по центру уже отключили. Более сотни квартир, которые мы отключили, уже обратно включили, потому что люди обратились к нам с просьбами, пожеланиями. Мы заключили договор по рассрочке платежей. Люди превратились из злостных неплательщиков в категории. Они превратились в добропорядочных граждан, которые начали оплачивать коммунальные услуги. Сумма долга горожан на сегодняшний день перед предприятием Сочи Теплоэнерго более 300 миллионов рублей. В веселом в домах по улице Мира сумма долга только одного владельца квартиры порой зашкаливает за 100 тысяч рублей. Квитанции скапливаются, их даже не вытаскивают из почтового ящика. Сейчас мы посетили квартиру, произвели отключение, так называемая резиновая квартира, где находятся граждане иностранного государства. Хозяйка квартиры в преклонном возрасте объяснить, кто с ней проживает и почему нет оплаты за коммунальные услуги, она уже не может. Специалисты Сочи Теплоэнерго пообещали передать ее данные в миграционную службу и в дальнейшем разбираться с большой суммой долга. Елена Всецна, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».